Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плискин, личный коуч и ваш религиозный гид по миру иудаизма. Сегодня я расскажу вам о том, что такое бетахон, в чем его отличие от веры, откуда он проистекает и в каких действиях и чувствах выражается. Начну с анекдота. Как-то раз один человек шел по горам, и вдруг он подскользнулся и полетел вниз с высокого-высокого-высокого склона в глубокое ущелье. По пути он схватился за куст. Ой, слава богу, слава богу, слава богу. Но вдруг куст начинает трещать и выходить из земли. Что делать? Он начинает кричать «Помогите кто-нибудь!» Никакого ответа. Он кричит «Еще раз, еще раз, еще раз!» И никакого ответа нет. Куст потихонечку выходит, выходит и выходит из земли. И человек знает, что все, скоро будет конец. И тогда он обращается. «Господи, бог Авраама, Ицхака и Якова, пожалуйста, помоги мне, я сделаю все, что ты мне скажешь». И вдруг он слышит голос. «Я, господь, бог Авраама, Ицхака и Якова, отпусти куст». Человек думает секунду, поворачивается и кричит. «Эй, есть там кто-нибудь еще?» Что это означает? Это был анекдот про битахон, точнее его отсутствие. Без всяких сомнений, живая, постоянная, непрерывная связь с Творцом, Вселенной выражается в жизни, наполненной верой и упованием на Творца. На иврите упование на Творца называется одним словом битахон. Хазон Иш определяет соотношение веры и битахона так. Вера – это закон битахона, а битахон – исполнение практических законов веры. Человек верит, что Всевышний каждый миг творит из ничего весь мир с его мельчайшими детальными и контролирует каждую частичку и каждое действие этого мира и каждого человека. Это вера. Когда же его кто-то оскорбляет, не дай Бог, ему хочется обидеться, начать кричать или даже драться, и в тот же самый момент к нему в сердце приходит успокаивающее осознание, что все от Всевышнего. И даже это оскорбление, которое сказал обидчик, это воля Творца – это битахон. Ощущение, что даже это оскорбление пришло в мир для моего блага – это битахон. Кроме того, когда человеку предоставляется возможность что-то сделать и получить за это великолепную выгоду, будь то в финансах, отношениях или даже личностном росте, и это не соответствует воле Творца, и тогда человек размышляет. Все от Творца. И никто не может взять у меня то, что мне полагается. И поэтому я отказываюсь от этой некошерной возможности. Это тоже битахон. Человек, который живет в соответствии с законом веры, никогда не будет паниковать, никогда не будет бояться. Его не смогут одолеть ни сегодняшние трудности, ни завтрашнее беспокойство. Он чувствует себя в объятиях Всевышнего, как младенец в объятиях мамы. И в его сердце полагается на Творца, что Творец обеспечит ему все его нужды, сделает для него самое-самое-самое лучшее. Абсолютный битахон проистекает из постоянной, ежесекундной связи с Творцом, как написано в Торме. Простым будь с Господом, Богом твоим. Раша объясняет, ходим с Ним простодушно, и надейся на Него, и не гадай про будущее, а все, что придет на тебя, принимай простодушно, с доверием, и тогда ты будешь с Ним, и будешь его долей. Когда человек предсказывает будущее, например, он слишком вовлечен в новости политики, при том, что он ничего с этим знанием не делает, берет на себя слишком много дел и занят беспокойством о завтрашнем дне, то он по факту не идет простодушно с Творцом Вселенной. Более того, в наше непростое время тот, кто слишком беспокоится о том, что будет завтра, может просто сойти с ума. А с другой стороны, человек, который живет в бетахоне, не беспокоится, ведь при любом раскладе все находится в руках небес. Единственное беспокойство, которое должно утруждать человека, это как не беспокоиться. Как успокоить себя посредством веры и упования на всесильного? Это единственная вещь, которая может доверять нас настоящим спокойствием. Все остальное просто ложь, суета и тщета.